В течение всего апреля в Эстонии проходит фестиваль цирковых искусств. И представления более 30 выступлений пройдут в различных городах Эстонии, в Тарту, в Таллини-Саву, в поселке Хагери, на острове Сарама, и не только в специально отведенных для этого местах, но также в школах и даже на улице. Более подробно об этом фестивале, а также эстонских цирковых традициях, нам сегодня расскажет руководитель цирковой студии Фоли, Наталья Чернейко. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Доброе утро. Можно ли назвать этот фестиваль крупнейшим цирковым событием в Эстонии? Да, конечно. Центр развития цирка в Эстонии организовывает один раз в год. Приурочен он к 17 апреля, к Дню цирка. Это одно из самых больших мероприятий года. Если мы говорим об эстонских цирковых традициях, каковы они? Как давно у нас представлен этот вид искусства и каким образом он развивается сейчас? Но цирк в Эстонии один из ведущих из прибалтийских стран. И в Эстонии он имеет ведущую роль из всех прибалтийских стран. Он довольно-таки давно. И руководитель клуба циркового студии Фоли. Она сама тоже занималась цирковым искусством и продолжает работать в этом же направлении. Фестиваль получается такой кочующий. Именно в этом смысл проведения его в разных городах. Или нет? Внимание же зрителя может оно как-то красеется. Да, тут именно и направлено на то, чтобы продемонстрировать искусство в Эстонии, цирковое искусство в Эстонии. И показать, чем же дети вообще занимаются и насколько мы развиты в этом направлении. Сколько коллективов принимает участие в этом фестивале? Ну, все сложно назвать сразу. Но, например, такие как Фоли, Ома Церкос, Мусткунсти, Театр, Пиппи, Тутте. И вот эти такие самые популярные и другие организации, конечно, принимают участие в данном фестивале. Получается, что цирковое искусство в Эстонии довольно популярно, раз такое большое количество коллективов принимают участие в этом фестивале. А они как минимум есть в нашей стране? Да, конечно. Ну, вот взять, если посмотреть на то, что развитие вот этого циркового искусства, начиная, допустим, с сентября месяца 2015 года, увеличилось на 50%. То есть пришло настолько много участников с этого года. И все растем и растем. Цирковому искусству нужно обучаться с самого раннего возраста? Или все-таки дети постарше тоже могут прийти попробовать свои силы? Ну, всеми навыками овладевать, наверное, с самого детства самое лучшее. Тогда ты уже будешь профессионал своего дела. Поэтому с самого детства начинать – это всегда хорошо. Какой самый ранний возраст, в котором дети начинают уже получать навыки в цирковом искусстве? Ну, с четырех лет уже можно начать заняться, а также еще и ранее, если в этом задействован родитель. То есть это все, конечно, идет от желания семьи, родителей и прошлого семьи. 17 апреля – Всемирный день цирка. Как его отмечают в профессиональной среде? Ну, в Таллине пройдет представление «Тишина». Это именно будет направлено на то, чтобы отпраздновать 17 апреля. И пройдет организатор ФОЛИ, опять же, представление «Тишина». Они организовывают в Театре Куму. Что будет входить в это представление? Потому что название достаточно неоднозначное. Встанут на сцене и помолчат, или все-таки что-то будет показано? Ну, это современный цирк. Туда входит и воздушная акробатика, и жонглирование. Там различные виды жанров цирковых будут представлены. Мы так долго говорим о цирке, но его нельзя назвать таким модным словом, как «мейнстрим» в Эстонии. Потому что очень мало слышно в таком медиапространстве, в том числе, о каких-то цирковых выступлениях. Это потому что циркам надо именно интересоваться серьезно, чтобы знать о том, где вы. Или потому что все-таки еще не вышло на какой-то такой массовый уровень это цирковое искусство здесь, в этой стране. Но участники школ, цирковых школ, они, конечно, не могу сказать, молодцы, развитие идет. Но, наверное, недостаточная популяризация в данный момент. То есть вот для этого, наверное, мы и организовываем фестивали, и хотим показать людям, что в Эстонии процветает цирковое искусство. В заключении нашего интервью, где смогут заинтересовавшиеся публика увидеть расписание выступлений цирковых групп? Ну, информацию можно получить пилей Телеви, и также от каждой цирковой студии можно обратиться к руководителю и получить тоже билеты. Наталья Чернейко, тренер из студии «Фали» была у нас в гостях. Ну, а ребята из этой студии прямо сейчас на нашей сцене готовы продемонстрировать свое цирковое искусство. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ